Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы являетесь счастливым обладателем консолей PlayStation 3 или 4 и задаетесь вопросом, можно ли подключить джойстик от приставки к компьютеру, это видео будет вам полезно. Итак, что же нужно чтобы подключить такой джойстик. В первую очередь сам контроллер от PlayStation, а также USB кабель от данного устройства для DualShock 3 с miniUSB и для DualShock 4 с microUSB выходом или Bluetooth адаптер, если не хотите возиться с проводами и еще программа эмулятор. Sony разработали специальный Bluetooth адаптер для подключения DualShock 4 к компьютеру. На данный момент его можно купить в любом магазине компьютерной техники, но можно воспользоваться и любым другим адаптером с версией не ниже 2.1. Для подключения геймпада нужно будет скачать драйвер контроллера Xbox 360 и пакет SCP Toolkit. Все ссылки будут в описании под видео. Соединяем кабелем джойстик с компьютером и ждем пока Windows найдет и установит подходящие драйвера. Затем проверяем подключился ли он. Открываем панель управления, устройства и принтеры. Здесь должен появиться PS Gamepad. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите параметры игровых устройств управления и здесь свойства. Во вкладке проверка, проверьте правильно ли оно работает. Если кнопки не загораются перейдите во вкладку параметры и нажмите откалибровать. Если вы используете Windows 7 и старше, прежде вам нужно будет установить драйвер контроллера Xbox 360. Скачайте пакет SCP Toolkit и запустите .exe файл от имени администратора. Далее соглашаемся с условиями и жмем Next. Здесь устанавливаем отметку напротив SCP Toolkit Bluetooth Pair Utility и жмем Install. На этом этапе главное не нажать Finish, а выбрать Run Driver Installer для установки необходимых драйверов. Нажимаем по Install Bluetooth драйвер. Это установка Bluetooth драйвера. И в этом списке выбираем наше Bluetooth устройство, установив соответствующую отметку напротив адаптера. Затем в списке Install DualShock 3 драйвер выбираем наш контроллер. А если вы подключаете DualShock 4 выберите соответствующий драйвер. После установки в устройствах и принтерах вы увидите Xbox 360 контроллер for Windows. Это значит, что эмуляция прошла успешно. Жмем по нему правой кнопкой мыши, параметры игровых устройств управления, свойства и здесь проверяем на работоспособность, нажимая клавиши на контроллере. Или же запустите SCP Toolkit Monitor, кликните правой кнопкой мыши по иконке приложения в панели задач и выберите Input Test. В этом окне вы сможете проверить свой геймпад. После установки всех драйверов нужно перезагрузить систему и можно приступать к испытанию геймпада в играх. Для Bluetooth соединения прежде нужно убедиться, что он активирован на компьютере. Включить его можно в настройках, параметры, устройства, Bluetooth и другие устройства. А затем нужно проверить запущен ли SCP сервер. Для этого откройте диспетчер задач с сочетанием клавиш и найдите здесь SCP сервис. Как видите по проводному соединению все работает. Теперь отключаем кабель и ждем пока загорится один индикатор. Это будет значить, что подключен один контроллер. Джойстик подключился и как видите все клавиши работают. Теперь попробуем запустить какую-нибудь игру. Как видите все прекрасно работает и в меню отображаются клавиши геймпада. Пора найти Лигу 73 и вызвать ее на гонку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если DualShock 4 с помощью данного эмулятора подключить к компьютеру вам не удалось, есть еще один DS4 Windows, который специально разработан для этой модели. Утилита DS4 Windows это тоже эмулятор, который маскирует DualShock под стандартный контроллер Xbox 360, который в свою очередь по умолчанию поддерживается в большинстве игр для Windows. Недостатком данного метода будет то, что в играх вы будете видеть стандартные кнопки от Xbox. Вместо круга квадрата и треугольника вам будут предлагаться АБХ. Скачать данную программу вы сможете с официального сайта, ссылка будет в описании. Также здесь есть возможность скачать русификатор. Извлеките файлы со скачанного архива и запустите программу. Далее в этом окне нажмите Step 1 Install ZDS4 Driver. Вторую кнопку нужно нажать, если вы используете Windows 7 или старше. Или же если к системе уже подключался джойстик от Xbox 360 и возникают проблемы совместимости. Для завершения установки нажмите Finish. Затем перейдите во вкладку Controllers и справа внизу нажмите Start. После чего должен появиться подключенный контроллер. Программу не нужно закрывать. Для работы она должна оставаться открытой. Ее можно свернуть в трейд. Вот и все, можно играть. В некоторых играх геймпад работает неправильно. В таком случае помогает включение опции Hide DS4 Controller. После чего необходимо переподключить джойстик. Если при включении данной опции программа выдает ошибку, удалите ее в диспетчере устройств, а затем снова подключите. Если вам нужно сменить некоторые кнопки или добавить чувствительности контроллеру, откройте вкладку Profiles. Здесь нажмите клавишу, которую нужно изменить. После чего откроется еще одно окно, где нужно выбрать ту клавишу, которую нужно задействовать. В этом разделе можно настроить мертвую зону, чувствительность и даже изменить цвет подсветки. А если вы хотите подключить один из этих геймпадов к смартфону, то вам еще понадобится OTG-переходник. Что касается DualShock 3, то для его подключения нужен смартфон с рут-правами. В ином случае подключения не удастся. Скачайте с Play Market программу 6-Axis Controller себе на телефон. Это платное приложение. Его цена на данный момент около 2 долларов. Включите Bluetooth на смартфоне и запустите приложение. Здесь нажмите Start для установки драйверов. Затем нажмите кнопку питания на джойстике. И в этой вкладке измените метод ввода на 6-Axis Controller. Также вы можете подключить джойстик и через USB. Для этого нажмите Подключение к USB. Как видите, с помощью джойстика я теперь могу поролять своим телефоном, перемещаться по меню, запускать приложение и играть в игры. Подключить DualShock 4 к смартфону еще проще. Для этого не нужно никаких дополнительных программ. Единственное, что понадобится при подключении с помощью кабеля, это OTG-переходник и смартфон с поддержкой функции OTG. Нужно просто соединить контроллер с телефоном и нажать клавишу PS, после чего он должен подключиться. Для подключения по Bluetooth нужно будет зажать клавиши Share и PS на геймпаде и дождаться мигания световой полоски. Затем перейти в настройки смартфона, Bluetooth и в доступных устройствах выбрать Wireless Controller. После этого можно запускать игру и пробовать играть с геймпада. А на этом все. Надеюсь вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok